Итак, добрый день, коллеги! Давайте поговорим про новую реальность, про критериальное оценивание на основе элементов Moodle. Мы живем в интереснейший момент, когда то, о чем давно говорили методологи, сегодня начинает сбываться. Мы давно говорили о том, что модель образования, которой мы так гордимся, которая центрирована на нашем с вами материале, на нашей харизме, на нашем представлении материалов, может быть дополнена чем-то электронным, но мы не знали чем. Сегодня мы стоим на пороге смещения вот этих самых акцентов, мы стоим на пороге построения так называемых смешанных моделей обучения, и интересно в них то, что мы никогда, а сейчас после вот этого вынужденного дистанта тем более, мы никогда не поступимся с вами тем дорогим и главным качественным элементом, что мы имеем в традиционном учебном процессе, но с другой стороны мы с вами увидели, попробовали и ощутили новую реальность образования в виде дополнительных возможностей, которые нам предоставляет электронная обучающая среда. Но для того, чтобы построить смешанный учебный процесс, то есть дополнить, логично скомбинировать электронное аудиторное взаимодействие, нам нужно понимать, что же мы и каким образом построим вот эту электронную среду, чтобы она была реально обучающей. А для того, чтобы она была реально обучающей, там должны быть не материалы, там должна быть система оценивания, система мероприятий или заданий, которые ведет студента, которые связывают контент с формированием образовательных результатов. И поскольку электронная среда среда очень прагматичная, в ней все должно быть прописано и понятно, без нашего участия, мы же не можем там быть 24 часа, 7 дней в неделю. Существуют определенные требования к заданиям, на которые нужно обращать внимание. Задания должны быть снабжены инструкциями понятными студенту, сроками выполнения, тоже логичными, в хорошо построенном учебном процессе. Они должны содержать лучшие примеры или шаблоны выполнения заданий, но самое интересное, они должны быть снабжены четкими критериями оценивания. Если мы посмотрим на инструменты оценивания LMS Moodle, мы увидим, что там безусловно есть элементы автоматического оценивания, и это очень ценно, это разгружает нас с вами в период проверки. Но основные элементы оценивания все же предполагают включение преподавателя или других студентов в оценку того, что нам представляется. Вот если посмотреть на этот слайд, мы видим, что в нижней части таблицы как раз и расположены инструменты оценивания форум, семинар, задания, которые предполагают оценку заданий, достаточно комплексных заданий. И нам желательно, чтобы задания выполнялись качественно, но мы бы в период оценивания не тратили такого большого времени на эту работу. Для этого существует подход, который называется подход критериальное оценивание. Оценивание через построение матриц оценивания или матриц требований, критериев, рубрики их еще называют. Вот если мы посмотрим на эту таблицу, мы увидим по вертикали определенные требования, которые предъявляются к работе, а дальше они расписаны, то есть своеобразные дескрипторы, которые позволяют определить работу по конкретному критерию на сопоставление с конкретным баллом, который мы за нее даем студенту. Вы мне скажете, что это очень трудоемкие процессы, я совершенно не буду спорить, особенно на первых порах, это занимает достаточное время. Но это время потраченное окупится сторицей, потому что, во-первых, вот такие шаблоны будут копиться в вашем мудле, вы всегда можете один подстроить под другой. Во-вторых, это будет колоссально разгружать вас в период проверки работ, а студентов будет нацеливать на очень качественную работу. За счет чего это происходит? Давайте пробежимся по возможностям. Во-первых, хорошо сделанная матрица – это всегда гид по выполнению работы для студента, то есть она ему все объясняет, что от него ждет преподаватель. На следующем этапе эта же матрица выступает как инструмент самооценки. Всегда можно выполнившему работу предложить оценить себя по какому-то чек-листу, который мы ему представим. Поверьте моему опыту, это снимает 75% ошибок, типовых ошибок, обращает на них внимание человека уже без вашего присутствия, еще вернее до вашего присутствия. Кроме того, если вы хорошо сформулировали критерии оценивания, их можно отдать другому студенту, чтобы он оценил работы своих одногруппников, чтобы они друг друга оценили. Это делается в инструменте семинар, как мы знаем. Можно не прописывать матрицу полностью, а просто предъявить к ней критерии и попросить студентов прорецензировать работу на соответствие тем или иным критериям или требованиям к работе. Это другой вид работы, он даже сложнее, чем взаимное оценивание, о котором мы говорили до этого. Ну и, наконец, эти же самые критерии, эта же самая матрица оценивания будет помогать вам, будет вас разгружать в момент оценки. Я об этом записывала специальный кринкаст про работу в инструменте задания. Итак, в инструменте задания можно не писать бесконечные комментарии, как мы это делаем, зарываясь в сотни работ студентов. Там можно, например, подключить оценщиков. Оценщиками могут выступать по очереди студенты. Можно организовывать в курсе дежурство. Одна группа проверяет одно задание, следующее, другое, третье. Если у студентов есть такой инструмент, как ваша матрица, и вы с ними предварительно немножко поработаете, они прекрасно по очереди за дополнительные баллы будут оценивать работу друг друга. Ну и, наконец, это, конечно же, инструмент оптимизации вашей собственной проверки в инструменте задания. Я об этом писала, мы еще об этом поговорим. Давайте немножко сфокусируемся с позиции критериев на взаимной проверке, или то, что называется peer-to-peer, когда студенты подключаются к комментированию, рецензированию, проверке работ друг друга. Это немножко новая реальность для нашего образования, но реальность будущего, потому что она строится на современных горизонтальных сетевых связях и дает новую психологию в образовании. Мы к ней привыкнем потихоньку и приучим своих студентов. Посмотрите, я уже сказала, что на первый момент, если студент получил вашу матрицу оценивания, он получает достаточно интересный гид, и это первая рефлексия над работой с позицией заданных вами определенных подходов. Если мы ему даем ту же матрицу на самооценивание, это второй круг рефлексии, которого нет в традиционном обучении. Он еще раз просматривает свою работу на предмет соответствия тому, к чему мы его ведем. Если после этого он получает на проверку еще 2-3, может быть, одну работу, как вы решите, других студентов, он начинает в третий, в четвертый, в пятый раз рефлексировать над работой, уже отталкиваясь от видения того же вопроса другим студентам. И это очень ценно. Ну и, наконец, последнее. Вот в этих горизонтальном обучении или обучении пир-ту-пир равной, ровней, так скажем, равными пир-ту-пир, возникает эффект, новый психологический эффект. Ребята обязательно смотрят на те комментарии, которые им дают одногруппники. И даже потом пытаются ответить. И это еще один круг рефлексий. Посмотрите, насколько мы, не участвуя практически, погружаем и погружаем и погружаем студентов в эти вопросы. Ну и просто несколько слов по настройке инструмента задания. Обращайте внимание, что кроме простого непосредственного оценивания, есть оценивание рубрики, где можно построить вот эти самые наши матрицы. И тогда работа слева, матрица справа. Работа, как правило, проверяется быстро. Оценивание идет в 10 раз точно быстрее, чем обычно. Вы просто щелкаете на те поля, которые вам кажутся подходящими. А студент получает отзыв вот в таком виде, зеленом, залиты отмеченные вами поля. Если полей не хватило, вот здесь внизу есть комментарий, который всегда можно сделать. И вам хорошо, и студенту полезно, и быстро. Добро пожаловать в новую реальность образования.